Друзья, привет! Вы на канале Волхолесо и в этом видео мы сравним две шины Hankook RS2 B429 и Kagama IG65. И в этом видео мы с вами сравним рисунки протекторов, мы с вами сравним ошибовку, мы с вами сравним вес шин, мы с вами сравним боковины, страны производства, шумность, попробуем сравнить, насколько от нас получится, ну и так далее. Начнем, конечно же, с рисунка протектора и с его глубины. Здесь у нас шина является направленной и Kagama является тоже направленной шиной, но, на мой взгляд, все-таки на Hankook сделано получше, в плане чего? Посмотрите, что на Hankook явно больше различных канавок. Канавки сами по себе не только служат на зимние шины для того, чтобы отводить слякоть, но также, чтобы цепляться за снег. Здесь все-таки канавок меньше, на мой взгляд, поэтому относительно снега Hankook все-таки выиграет, на мой взгляд. Плюс ко всему нам надо посмотреть, сколько же глубина рисунка протектора, может быть и по глубине здесь. Глубина-то тоже на работу со снегом влияет 8,9 здесь и на Ikagami 9,2. В общем, разница совсем не критичная, а вот критично то, что канавок значительно больше на Hankook, это большой плюс. Дальше по ошиповке. Посмотрите, на Hankook применен такой шип, он многогранный, такая звездочка, но фланец круглый абсолютно. На Ikagami применен шип более интересный. Мало того, что сам шип многогранный, так еще и фланец многогранный. Это, кстати, привет передали Азира, потому что там вообще непонятно, что сделали на Азира 2, просто перевернули шип, могли бы просто вот так сделать. Ну ладно, это лирика, все, конечно, в сторону другой шины. Тем не менее, по ошиповке явно видно, что плюс-минус количество шипов, конечно, будет, ну, если не одинаковое, то очень близко. А вот сам шип, конечно, на Ikagami поинтереснее. Поэтому, на мой взгляд, шина на льду относительно шипа будет все-таки получше работать. Но! Всегда есть но. Посмотрите, насколько крупно нарезаны ламели на Ikagami. Ведь сама фрикционность шины, да, нашипованная, но фрикционные свойства у него в любом случае есть. Но здесь они будут, конечно же, меньше, чем на Hankook. Поэтому здесь мне больше нравится фрикционность, а здесь мне больше нравится шип. Как будет вести себя на льду та или иная шина, ну, вы знаете, сказать сложно. Во всяком случае, по крайней мере, пока шина новая, пока не сточились эти грани, я думаю, что Hankook выиграет. Но здесь все-таки, я думаю, что шип более долговечный, плюс фланец, надо не забывать. Давайте по боковинам. Боковины у Hankook достаточно плотные. Нельзя сказать, что они тонкие. Они средней толщины, они достаточно эластичные для зимней шины. Но все-таки таким прям расклябанным их назвать нельзя. Хорошие боковины мне нравятся. Ikogama обладает тоже очень толстыми боковинами. Толще, чем на Hankook. И эластичность при этом не потеряна. Поэтому по комфорту, я думаю, что все-таки Ikogama будет выигрывать у Hankook. Именно за счет эластичности. Давайте посмотрим, где же шины были произведены, в каких странах. Так, здесь у нас Корея, смотрите. А Ikogama сейчас мы с вами найдем. Россия. То есть, шина произведена в России Ikogama, а Hankook в Корее. Если вам это даст какую-то дополнительную информацию, я буду очень рад. Вы знаете теперь, что в этом размере, по крайней мере, шину. Давайте так, я буду честен с вами. Hankook действительно по большей части производится в Корее. Есть небольшой процент, который идет из Китая, но его на самом деле достаточно мало. А вот у Ikogama действительно очень-очень крутое, большое российское производство. Давайте я попробую дать понимание, насколько шина будет та или иная шуметь на асфальте или на голом льду. Мы сейчас просто положим камеру и микрофон на наш вот такой вот лед. Лед, хотел сказать. Пол. Он очень-очень такой скользкий, очень плотный. Это называется глазурованная плитка. И попробуем прокатить шину возле микрофона. Ikogama. И Hankook. Ну, знаете, мне показалось, что все-таки Hankook шумит немножко поменьше, но тем не менее было слышно, что на Hankook шипы помельче. То есть звук немножечко был такой разный. Ну, насколько вам это показалось, можете написать в комментариях, поделиться. А мы с вами взвесим шины. Тем более размер одинаковый. 205, 60, 16. Давайте глянем. Значит, Ikogama весит 10,3. А Hankook весит, сейчас посмотрим, сколько дам даст. Освенное понимание экономичности. Тоже 10,3. Одинаковый вес, друзья. Поэтому шина будет по части именно веса, будет абсолютно одинаковой в плане экономичности. Просто потому, что экономичность это не только вес. Это еще рисунок протектора, боковина, но и множество факторов. Но тем не менее вес это очень важный фактор при понимании экономичности шины. Ну и давайте подводить итоги. Что бы выбрал я? Но однозначно здесь надо будет разделить просто в каких условиях будет шина эксплуатироваться. Если у вас очень много около нулевой температуры, где много асфальта и застывшего дождя, то есть лед появляется, то я бы однозначно выбрал Ikogama. Просто потому, что она имеет более такое, знаете, монолитное пятно контакта, так скажем. Несмотря на то, что фрикционные свойства у нее похуже, но тем не менее шип многогранный, фланец многогранный и будет это служить все достаточно долго. Если же у вас много рыхлого снега и мало льда, то есть шипу практически не обо что стачиваться, а очень-очень много действительно снега, то, конечно же, вам больше подойдет Hankook. Мои выводы, в общем-то, такие, они могут быть у вас свои, можете поделиться ими в комментариях, будет любопытно с вами пообщаться. Все, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца, я надеюсь, оно вам хоть как-то поможет при выборе шины. И подписывайтесь на наш канал, если считаете, что видео такие надо делать и дальше, потому что для нас это лучшая мотивация. Все, друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца и пока-пока.